Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». И сегодня мы вместе с вами, а также с Артуром Туровичем. Я очень рад, что мы каждый раз, погружаясь еще на Писание, вы представляете что-то уникальное и новое о том, как мы можем увидеть Бога. И я уверен, что наши телезрители тоже испытывают счастье от того, что они смотрят эту программу и черпают знания того, что вы знаете, то, что вы хотите передать нам. И, Артур Турович, мы говорили на предыдущей программе о том, что Бог представлен уникальным или особенным в книге «Второзаконие». Но мы еще также говорили о том, что это, можно сказать, трехступенчатая такая модель. «Уникальные отношения уникального Бога с уникальными людьми». И сегодня мы поговорим об особенном народе, уникальные люди. Почему уникальные люди и кто является этими уникальными людьми в книге «Второзаконие»? В прошлый раз мы говорили о уникальности Бога, о тех характеристиках, которые представлены в книге «Второзаконие». Но мы коснулись только части. И мне хотелось бы, чтобы наши телезрители имели это в виду. То, о чем мы говорили в прошлый раз, и завершили мы, говоря о том, что во «Второзаконии» Бог представлен как Отец. И Он хочет этих отношений отца и сына, отца и дочери. И это очень важно. Но кроме этого, мы можем найти очень много других особенностей Бога, которые делают в уникальном. Что Бог — это наша твердыня, помощник, заступник, наш защитник и прочее, прочее. Но это может быть домашней работой для наших телезрителей. Пожалуйста, помните о том, что мы призываем вас, чтобы вы читали вместе с нами книгу «Второзаконие». Если у вас появляются какие-то вопросы, обязательно пишите нам также. И пожелания тоже пишите нам. Мы будем рады этой связи вместе с вами. И поскольку «Второзаконие» является повторением практически уже известного материала, представленного в книге «Исход», «Левит» и «Числа», то, естественно, то, что мы говорили о особенностях Бога в тех книгах, то, каким Бог представлен там, то здесь это также повторяется. Поэтому мы только прикоснулись отчасти. Во «Второзаконии» намного больше говорится. Но то, что мы уже сказали, достаточно для того, чтобы понять, что на самом деле речь идёт о особенном Боге, которого нельзя сравнить ни с кем, ни с какими богами, и нет подобного. Прям текст открыто так и говорит «Я Господь, сам Господь говорит о себе, и нет подобного мне». Теперь мы можем немножечко коснуться, как вы правильно отметили, особенного народа. Но мы уже говорили о том, что особенности этого народа не в том, что они самые лучшие, самые послушные, самые богатые. Совершенно верно. И даже в библейском тексте, во «Второзаконии» в 7 главе, в 7 тексте говорится, «Не потому, что вы самые многочисленные, избрал вас Господь». Не поэтому. А почему же тогда? Давайте прочитаем «Второзаконии» 7 глава 7 по 9 текст. «Второзаконии 7 глава 7 по 9 текст. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь – Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой, и милость к любящим Его, и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». И здесь еще раз одна особенность Бога, что Он хранит завет свой. И в данном контексте из уст Моисея это звучало очень значимо, потому что ведь книга «Второзакония» написана по методу, как писались заветы. Мало того, первое поколение заключило завет с Господом, нарушило его, Господь оставался верным. Теперь речь идет о втором поколении, они тоже уже немало сделали, совершили такого, что можно было их отвергнуть, но Господь все равно продолжает быть верными, заботиться. Он говорит, не потому, что вы особенные, самые умные и так далее. Я вас избрал, потому что я вас люблю. И потому что я избрал отцов ваших, и которым я обещал. И поэтому здесь очень интересный момент, что почему народ особенный? Потому что он возлюблен Богом, потому что он избран Богом. И мы можем эту же идею дальше прослеживать. Например, Таразакония 33 глава и 29 текст. Он говорит, блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь в их ногами. Блажен ты, Израиль, да, кто подобен тебе? Потому что это выражение практически говорит о том, что это особенный народ, Израиль. Кто подобен тебе? Это же выражение используется по отношению к Богу. Кто подобен Богу? А теперь говорится о народе. Кто подобен тебе? Ну, это важный момент, то, что вы до этого говорили о том, что вот эта уникальность народа, она связана напрямую с уникальностью Бога. Сам народ, он ни в чем не является уникальным. Сегодня даже многие говорят, почему вот еврейский народ до сегодняшнего дня, такой особенный, умный, благословенный. Да, Нобелевские премии, почему-то их больше всего количества, почему-то еще что-то, еще что-то. Потому что Бог благословляет, как мы прочитали, до тысячи родов. И этот народ действительно Господь благословил, потому что Господь избрал его, Господь возлюбил его и открыл себя. И до тех пор, пока этот народ открыт для Бога, уникального Бога, то в присутствии этого уникального Бога этот народ продолжает быть уникальным. Но сегодня Господь предлагает Себя уникального Бога всему человечеству. И поэтому каждый избирающий этого уникального Бога тоже становится уникальным народом, представителем уникального народа. Поэтому те благословения до тысячи родов, которые испытывает народ израильский вплоть до сегодняшнего дня, они открыты сегодня через Священное Писание для абсолютно каждого. И если народ израильский, даже сегодня, если народ израильский откажется от уникального Бога, то и уникальность этого народа тогда исчезнет. То есть это очень важно. Уникальность этому народу даёт сам Господь. И для нас сегодня, мы говорили, как псалмопевец говорит, да, вес нам даёт Господь, Он слава наша. И так далее. Поэтому особенность этого народа именно в том, что этот народ близок к Богу, и Бог его избрал. Здесь множество текстов, которые мы могли бы дальше ещё читать, но нам необходимо перейти теперь к третьему моменту, потому что это не только уникальный Бог, не только уникальный народ, но они имеют уникальные отношения. Уникальные отношения, да. И вот здесь необходимо прочитать Второзаконие, шестую главу, пятый текст. Второзаконие, шестая глава, пятый текст. И это как раз следующий текст после «Слушай, Израиль». Пятый текст говорит, можно с четвёртого стиха, да. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». Совершенно верно. И Второзаконие, 33 глава, третий текст, легко запоминается. 33-3, первая часть. 33-3. «Истинно он любит народ свой». То есть какие отношения, в чём особенность отношений особенного Бога с особенным народом? Ну, есть ключевое слово, которое повторяется и там, и там в этих стихах, это «любовь». Совершенно верно. Отношения любви. И это очень важно. Когда вы посмотрите на все другие народы, они раболепствовали перед своими Богами. Пусть даже и стуканы сделаны их же руками, но они боялись, они пытались их задобрить, и все самое лучшее приносили. А здесь совершенно другие отношения. Если там отношения страха или отношения выгоды, то здесь отношения любви. Господь говорит, я вас избрал, потому что я вас возлюбил, я вас люблю. И я от вас ожидаю ни страха, ни какого-то раболепного повиновения. Я от вас ожидаю тоже отношения любви. Ну, вы знаете, это очень удивительно, потому что обычно, когда мы касаемся Ветхого Завета, у нас всегда создаётся впечатление, особенно в христианском мире также, что Бог там представлен, Бог-тиран, Бог, который говорит, истребляй, истребляй, истребляй все народы вокруг и так далее. Когда же мы касаемся Бога Нового Завета, как мы его так называем, мы говорим о том, что Бог там представлен Богом любви в Иисусе Христе, который... Но мы видим в очередной раз, что когда мы смотрим на Священное Писание, не просто выбирая отрывочек здесь и там, когда мы смотрим на Священное Писание всецело, мы видим, что Бог представлен Богом любви, независимо от эпохи. Он всегда один и тот же Бог любви. Вы ведь хорошо знаете, что Иисус Христос, когда Ему задавали вопрос о важности закона и так далее, Он суммировал десятисловный закон в двух выражениях. Которые взяты тоже из книги Второзакония. Совершенно верно. То есть Он показал сердцевину. Да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всем силами, твоим всем разумением, всем, что у тебя есть, другими словами, и также возлюби ближнего своего. И вот это мы находим в книге Второзакония, вот это приглашение любви. То мы видим в книге Второзакония, что любовь является основой этих взаимоотношений. То это совершенно иные взаимоотношения, чем люди иногда себе представляют. Господь желает отношений свободного человека, который имеет свободное воле и изъявление, чтобы он добровольно увидел Бога, увидел его уникальность, его особенность, и откликнулся на эту особенность любовью. А Господь со своей стороны, Он верен своему завету, Он уже пообещал, Он уже избрал. Да мы его дети, Он говорит, я же отец, я не могу по-другому, я люблю вас. Что также очень интересно, когда Моисей теперь проповедует, и он перечисляет многие заповеди вот в этом контексте любви. Моисей что интересно делает, и вы, когда будете прочитывать книгу Второзакония, вы это заметите на каждом шагу. Он говорит, предлагает заповедь, говорит, поступайте так, и затем объясняет, чтобы тебе хорошо было, чтобы вам было хорошо, чтобы вы долго жили, чтобы вы пережили благословение. То есть Он дает объяснение, не просто предлагает заповедь, вот тебе не делай этого, не произноси этого, а Он объясняет, говорит, делайте вот так. И затем объясняет, почему это для вас же хорошо. То есть, чтобы получить эти благословения, которые содержатся в этой заповеди. Это очень удивительно, потому что, когда мы читаем заповеди, любые заповеди Ветхого Завета, нам часто кажется, что как будто бы это те заповеди, которыми мы должны задобрить Бога, якобы. Но опять же, это самое мы делаем, как будто бы становимся идолопоклонниками. Потому что в данном случае Моисей интерпретирует, изъясняя закон, он говорит, «Послушайте, все заповеди, которые вы соблюдаете, вы соблюдайте, потому что для того, чтобы вы стали лучшими, чтобы в вас образ Божий был проявлен, чтобы вы становились лучшими». Совершенно верно. Например, 4 главу 40 текст можно прочитать. Преимущества, которые заложены в послушании. Да, вот здесь написано «И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда». Чтобы хорошо тебе было. Это всегда, эта особенность книги «Второзаконие» дается пояснение. Сегодня, например, когда мы говорим с молодежью, молодое поколение, особенно в учебных заведениях, молодежь не переносит указов. Нравоучений. Нравоучений, мораль. Морализаторство даже, как в кавычках. Совершенно верно. Но когда молодым людям объяснишь, почему, они по-другому реагируют. То есть практически молодые люди сегодня кричат к взрослому, так сказать, населению или к тем, кто им преподает в учебных заведениях и так далее. Они «Будьте Моисеями!» Нам не просто перечень законов, не просто исход дайте, нам второзаконие дайте. Нам изъясните, нам покажите. Понимаете? И поэтому Моисея так цитируем, что касается книги второзакония. Нам всем очень важно заново перечитать книгу второзакония и просто научиться из этой проповеди Моисея, которую Моисей представляет, как нам все-таки понимать ситуацию данную и понимать, что мы должны интерпретировать, изъяснять. Дальше большое внимание уделяется книге второзакония также тому, что указывается на последствия послушания и на последствия непослушания. То есть Моисей в своей проповеди опять говорит, если вы вот этим путем пойдете послушание, то у вас будет благословение, вам будет хорошо, потому что жизнь в этом направлении. А если вы будете идти путем непослушания, то вот тогда, пожалуй, вы вправе это делать, вы свободной личности, но тогда, пожалуйста, ознакомьтесь с концом этого пути, куда это вас проведет. То есть это опять говорит о том, что здесь пахнет все свободой выбора, с одной стороны. С другой стороны, в послушании заложено благословение, а не просто какое-то иго или какое-то бремя, которое Господь желает навязать, а все для блага человека. И он все это объясняет, все показывает в своей проповеди в книге второзакония, и говорит, а теперь изберите, куда вы хотите, сюда или сюда. Также в книге второзакония очень много уделяется заботе о сиротах и вдовах, о чужестранцах, о пришельцах, о любви к ближнему, не только к Богу, но и к ближнему. То есть, что интересно, вот это уникальный Бог, который любит, Бог любви, Отец, который все может, всемогущий, он один такой, и можно перечислять, перечислять его особенности, он имеет уникальных детей. Его дети, они также уникальны, его народ уникальный, потому что имеет Бога. Но эта уникальность, она получается или возможна благодаря уникальным взаимоотношениям, взаимоотношениям свободных личностей. Хотя Бог мог бы сказать, да кто вы такие? Нет, Он считается с этим человеком, Он его уважает, Он ценит его свободу, и Он и предлагает путь жизни, путь смерти, пожалуйста, избери сам. И это все построено, эти отношения построены на любви. Вы очень интересно подметили то, что как раз вот эта уникальность, которую Бог выстраивает, уникальность отношений, которую Он выстраивает со своими детьми, она еще также относится к отношениям между детьми. Потому что вот как раз, когда мы говорим о сиротах, когда мы говорим о пришельце, то есть это принимает социальный аспект еще на горизонтальной плоскости. То есть мы говорим о вертикальной, когда Бог пытается наладить отношения со своими детьми, уникальные отношения, со своими уникальными детьми. Он также говорит, а теперь я хочу, чтобы вы то же самое, как зеркало, отобразили по всем горизонтам и относились к сиротам. Другими словами, будьте моими руками на земле еще. — Совершенно верно. Это очень важную деталь вы отметили, потому что которым необходимо, в общем-то, перенести на современное время и предложить всем. То есть даже были сделаны исследования, допустим, изучая религию в разных странах, какая религия преобладает, какая она господствует, каково их понимание Бога. И затем изучается, а какие социальные отношения, как люди относятся друг к другу, что с коррупцией на данной территории, что как относятся к сиротам, как относятся к вдовам, как относятся к малоимущим, как относятся к иностранцам и так далее. Здесь прослеживается взаимосвязь, и вы ее правильно подчеркнули. Особенность книги Второзакония — особые отношения особого Бога с особым народом, но еще и эти отношения особенные внутри этого общества, между этими людьми. И если этого момента не будет, то действительно мы отрезаем, если так можно грубо выразиться, руки, любящие руки нашего Господа по отношению к нашим ближним. Да-да-да. И именно поэтому теперь становится очень понятно, почему мы читали во Второзаконии в 17 главе, когда царь становится, на трон свой садится, первое дело, что он должен сделать, это переписать книгу Второзакония. Потому что это законы социальной сферы, отношений с Богом, отношения друг с другом, они как раз должны воплотиться в его правлении. 10 глава, 12-13 текст. Классический ответ на вопрос, что ожидает Господь от своих детей, от своего особенного народа. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Опять обоснование, для чего, чтобы тебе было хорошо. Но также очень важно иметь в виду, что Второзаконие не только повторяет десятисловный закон, который одна скрыжаль регулирует отношения человека с Богом, делает его особенными, а второе регулирует отношения человека с человеком. Кроме этого, в книге Второзакония очень много других различных заповедей, уставов и принципов, как взаимодействовать между людьми. И это тоже взаимоотношения, основанные на любви. Любовь должна быть основным двигателем. Я не могу относиться к Богу, иметь отношение к любви, а ненавидеть своего ближнего. Это должно всегда отражаться. И поэтому, что ожидает от нас Господь? Что мы любили Его и любили ближнего. И это выражается как раз в том, что мы следуем тем заповедям, тем наставлениям, которые предлагаются. Что очень важно, в книге Второзакония существует еще несколько очень важных ключевых слов. Одно из важнейших ключевых слов – это слово «помни». Помни. Remember. Помни. Помни тай по украинской мове. В Второзаконии, 5 глава, 15 текст. Второзаконии, 5 глава, 15 текст. Из четвертой заповеди, первое слово «и помни», да? Помни, да. Например, 7 глава, 18 текст. 7 глава, 18 текст тоже начинается «не бойся, не бойся их, вспомни». То, что сделал Господь, да? То, что сделал Господь. Помни, не забывай, помни. Или 8 глава, второй текст. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог в твоей пустыне. Вот уже 40 лет и так далее. И помни, не забудь, и помни весь путь. 18 текст, 8 главы. 18 текст. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». И еще один текст, 7 текст, 9 главы. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего». Помни, не забудь, помни, не забудь. В книге «Второзаконие» глагол «помни» имеет значение намного более глубокое, чем мы привыкли вкладывать вот это понятие «не забывай» или «помни». Интересно отметить, что «помнить» в контексте книги «Второзаконие» значит непосредственное участие. «Помнить»… То есть активный глагол «помнить». Это не просто «помнить, я помню что-то», но это что-то, где ты должен еще и действовать каким-то образом. То есть если «я помню», то это практически не то, что происходило с поколением прежним. А то, что будет происходить со мной. А то, что происходит и со мной. То есть это очень интересно, что «помнить» — это значит непосредственно участвовать. Очень интересно. Но эту мысль необходимо дальше, как бы сказать, углубить, следовать дальше за ней, потому что книга «Второзаконие» делает серьезное ударение на это. Это значит, что слова Бога, которые Он произнес вчера, чудеса, которые Господь сотворил вчера, они для помнящего настолько же реальны и актуальны сегодня. То есть если Господь провел через Черное море первое поколение, то это факт того, что они помнили, настолько важен и реален, что Он это продемонстрировал даже через переход через Иордан второго поколения. И мы видим, что Господь говорит, и когда вы помните это, что Господь сделал в прошлом, вы можете рассчитывать, что Он это сделает и с вами. И не только рассчитывать, Он это и делает. Иногда это делается физически, буквально, а иногда вы можете жить этой надеждой, которая была. Он не делает разницы. То есть то, что Господь сделал вчера, это настолько же реально и актуально сегодня. Потому что у Господа нету вчера и сегодня, Он всегда один и тот же. И вот эта идея, которая здесь присутствует, «помни!» и «помни!» означает непосредственное участие, очень и очень много значит. Значит, интересно отметить также, что в книге второзакония очень часто делается ударение на выражение «сегодня». Очень часто говорится об этом. Например, если мы откроем второзаконие 29 главу 12 стиха, мы можем это увидеть, прочитать. Второзаконие 29 глава? С 12 по 15 тексты. «Чтобы вступить тебе в завет Господа, Бога твоего, и в клятвенный договор с Ним, который Господь, Бог твой, сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть вы представляете, если мы помним, то мы являемся участниками, независимо от того, присутствовали мы тогда или нет, но сегодня для нас это настолько же реально, как и тогда. Интересно, как вы здесь прочитали, здесь говорится о том, «дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову». То есть те же слова, которые Он говорил твоим отцам, Он говорит о тебе, они реальны. Что было тогда? Так же реальны и сегодня. То есть другими словами, теперь сама книга второзакония, поскольку это повторение закона, поскольку это изъяснение, поскольку это проповедь закона, говорит о том, что Моисей помнил то, что Господь сделал, и он это применяет его сегодня. Оно становится реальностью сегодня. И то, что произошло вчера, настолько же реально, как то, что происходит сегодня. Именно вот на этих вот таких ключевых понятиях, которые мы только что рассмотрели, это правильное понимание значимости глагола «помнить», и что «помнить» — это значит реально участвовать, и это значит реальность сегодня. На этом основана значимость всех библейских обетований. Если «помнить» не значит участвовать, если «помнить» не значит реальность Бога сегодня, то обетование не имеет никакого смысла. Тогда, если «помни» не значит сегодня, если «помни» не значит участвовать, тогда это всего лишь миф. Совершенно верно. Тогда это просто история какая-то или еще что-то. Не играющее. Ну, было и было. Да, но если мы помним, и это действие, если мы помним, и помним, что это сегодня, тогда это все имеет совершенно другое значение. И Моисей, когда использует эти термины «помни» и «сегодня», он не играет, а использует события прошлого, которые имели место 40 лет, но их использует как сегодня. Затем он использует обетование, данное Аврааму, Исааку, Иакову, как обетование, которое Господь сегодня повторяет и дает тебе опять. Он не делает никакой разницы во времени, потому что Бог безвременен. Он постоянная величина, и поэтому мы можем рассчитывать на те же благословения. И все обетования, которые Господь давал когда-либо, они настолько же реальны и актуальны. Вот почему мы приглашаем, особенно читающих Слово Божие. Когда вы читаете Слово Божие, и вы встречаете обетование, обещание Божие, подчеркните его. И когда вы молитесь, вы можете, молясь, говорить Господу, «Да вот, Господи, Твое обещание, которое Ты произнес», оно произнесено, может, было пророку Илье. Оно могло быть произнесено Адаму или Моисею Иову. Но поскольку вот это понятие «помни» и «сегодня» настолько важно, и реально, я могу сегодня использовать обетование, как будто бы Господь не Иову, не Аврааму, а лично мне только это говорит. Это замечательный урок, который нам всем необходимо обязательно выучить и запомнить. То, что Господь, когда в книге Второзакония, и Моисей об этом неоднократно повторяет, Господь, говоря о том, что нам нужно помнить, Он говорит, помните о том, что было в прошлом, но помните еще о том, что это будет происходить сегодня. И очень важно, чтобы мы помнили не только события, которые происходили библейские, но, Моисей говорит, и помни весь путь, которым провел Тебя, Господь. То есть и каждый в своей личной жизни должен помнить все то, что Господь совершил. Потому что то, что Господь совершил вчера, Он совершит и сегодня. Вчерашнее, поминая то, что было вчера, оно дает мне основу сегодня жить. Замечательно. Артур Артурович все больше и больше познавая непостижимое, удивляешься и восхищаешься, какому Богу мы можем служить. Аминь. И я призываю вас также принять этот призыв Бога, когда Он хочет вас лично избрать и сделать особенным народом, особенным человеком. Просто-напросто примите Его отношения, которыми Он хочет благословить вас. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова